Бог решит, какой длину будет твоя дорога, но ты решаешь, какой она будет ширины. Эти слова мотопутешественника Алексея Барсукова выбиты у него на могиле в поселке Жанна Забайкальского края, где его убили местные жители. Эти же слова стали лозунгом байкеров, отправившихся в пробег по всей России, чтобы почтить память всех братьев, погибших на дорогах страны. В 2009 году Алексей Барсуков выехал из Нижнего Новгорода на мопеде и решил проехать до Владивостока, а потом написать об этом книгу. Никто не знает, какой длины твоя дорога, но каждый решает, какой ширины она будет. Действительно, это так. Некоторые люди проживают свою жизнь довольно неинтересно, однообразно. Алексей выбрал другой путь. Да, он рано ушел, но он очень много увидел. И явил с собой знаковое событие для всех байкеров, такое, как волна памяти. К волне памяти может присоединиться любой. И неважно, сколько ты проедешь километров, может быть, всего пару, а может быть, дотянешь и до самого конца автопробега. Неважно, длина ли твоя дорога, главное, чтобы была широкой. Дорога широкая, значит, проделанная не просто так, наполненная смыслом. Байкеры тоже не просто так решили покататься по стране. Они собрались построить у могилы погибшего в Забайкале мотоциклиста беседку. Мы в каждом городе берем по одному большому камню, чтобы сделать беседку. Каждый город выделяет нам, ну, по мере возможности, какие-то материалы. Здесь мы закупили железо. Могоча нам поможет и сварочным аппаратом. И силами байкеров мы сделаем там указательный знак с трассы, согласованный с ГИБДД, и облагородим память. Вчера вечером, объехав несколько регионов, байкеры торжественно включили знак мотопробега своим забайкальским братьям. Те также присоединяются к пробегу и проедут свою дистанцию. Их задача – довести эту эстафету до конца, до самой Жанны. Сейчас мотоциклисты уже покинули Читу, и где-то на дороге в Могочу мчит группа людей широкой дороги. Никита Пепельников, Николай Сумков, ЗАП-ТВ